Саня выступил вообще очень классно. Если сложить все три боя, получится 40 с лишним секунд. Это рекорд. Когда-то Александр Емельяненко входил в элиту королевского дивизиона. Поразительная скорость. Суровые удушки и беспощадные добивания. Младший Емельяненко располагал всем для доминирования в ММА. Сейчас сомнительную публику развлекает лишь бледная тень Александра. Поэтому хотелось бы вспомнить и приятные годы самого скандального российского бойца. Братья Емельяненко выросли в Старом Осколе в семье электросварщика и учителя. В семь лет Александр вслед за Федором начал посещать секцию дзюдо и самбо, попав под опеку Владимира Воронова. Садик был через 2-3 микрорайона, поэтому чтобы побыстрее, чтобы не тащиться с ним, я его накидывал на себя и мы шли домой. После девятого класса Емельяненко-младший поступил в ПТУ по специальности повар, но из-за хулиганства продержался лишь неделю. В девяносто девятом он выиграл чемпионат Европы по самбо, параллельно втянувшись в криминал, что к восемнадцати годам приведет к первому сроку. Точная статья до сих пор остается неизвестной. Существует мнение, что Александра осудили за разбой. По разным оценкам он приведет в неволе 3,5 года, пока на подмогу не придет брат, который в 2003-м поможет ему выйти на свободу. Покинув стены с решеткой, Емельяненко сразу начнет готовиться к дебюту в ММА. Александр присоединился к команде Russian Top Team, где наряду с Федором числились такие пионеры отечественных смешанных единоборств, как Сергей Харитонов, Волк Хан и Михаил Илюхин. К тому моменту старший Емельяненко уже носил чемпионский титул Pride и способствовал подписанию брата в японский промоушен, который в середине нулевых считался лидером индустрии ММА. Дебютировав осенью 2003-го, 22-летний Александр демонстрировал свои быстрые руки, радовал публику техникой самбо и добиванием сверху в стиле старшего брата. За восемь месяцев он одержал три победы в профи и выиграл чемпионат мира по боевому самбо, тем самым успешно проявив себя в двух видах спорта сразу после освобождения. Скоро братья Емельяненко из-за финансовых разногласий покинули команду Russian Top Team, перебравшись в клуб Вадима Финкельштейна Red Devil. Уже после трех побед японцы предложили Александру рандеву с Мирко Крокопом. К тому моменту Хорват входил в пятерку лучших тяжеловесов планеты и параллельно коллекционировал скальпы в К-1. Команда Емельяненко считала, что ему рано биться с такой оппозицией, но тот был более чем уверен в своих силах. Во время подготовки Александр загулял, и водочная диета явно пошла не на пользу. Узата Емельяненко дерзко бросался вперед, пробуя подловить Мирко у канатов. В свою очередь Филиппович планомерно накидывал по этажам, и было лишь делом времени, когда вылетит коронный Маваши. За боем в раздевалке наблюдал Федор, с академическим красноречием описав произошедшее. Тут же находился тренер Воронов, который напомнил о дисциплине подопечного. По трибунам помещений Емельяненко до сих пор мало понимал, что произошло, а Кракоп первым делом отправился звонить маме. Закрыв поражение на родине, осенью 2004-го Александр вновь оказался в белоснежном ринге. В напарнике ему выдали новобранца Джеймса Томпсона. Англичанин был так заряжен, что кубики пресса вылезли даже на зрачка. Но и он не удивил повидавший Балтику живот Емельяненко. В мимолетном хаосе российский боец отгрузил партию успокоительную. И остановил таймер на 11-й секунде. Легкая во всех смыслах работа от Александра. Возвращение состоялось через полтора года. Рикарду Морайс славился победой на первом в истории России гран-при по боям без правил от 1995-го года, где за один вечер гигант финишировал сразу пятерых соперников. По всей видимости, уже забронировав столик в кабаке, Емельяненко не собирался опаздывать на культурное мероприятие. Башня дала трещину после первой серии, и только новые удары до последнего поддерживали бразильскую конструкцию. На операцию ушло 15 секунд. В конце 2005-го Александр появился на турнире Бусидо в Нидерланды, заменив травмированного брата. В главном событии он вышел на чемпиона Европы по кикбоксингу Рене Рузо. Заряженный местной версией Брюса Баффера Молодец, что выговорил. Прошу не отвлекать нас от главного. С командой рефери он пошел на пролом. Не обращают внимания на удар Александра. Загнав цель в угол, Емельяненко распустил кувалды. Не обращают внимания на встречные удары и тут же бросается на добивание. На этот раз он отнял у зрителей 28 секунд, тем самым затратив на трех последних оппонентов меньше одной минуты. Реабилитировавшись в глазах японских промоутеров, на новогоднем турнире 24-летний Александр получил олимпийского чемпиона подзюдо Павла Настулу. После первого размена поляк понял, что здесь ловить нечего. Партнер Настула вытянул рычаг. Но не ожидал в такой позиции получить по голове. Прихватив Кимуру, Емельяненко выбрался наверх и беспрепятственно обошел гард. Закрепившись за спиной, он затянул замок прямо на челюсть. Таким образом, Александр подвел итоги второго года в ММА. За короткий срок он набил 8 побед в профи, потерпев лишь одно поражение от пикового крокопа. Впрочем, вредные привычки никуда не делись. Наоборот, чем проще доставались победы, тем дольше в зале отсутствовал боец. В мае 2006-го Емельяненко стал частью самого престижного Гран-при Брайд. На первой стадии он нарвался на опытного Джоша Барнетта, экс-чемпиона UFC и самого знаменитого представителя кетч-рестлинга в ММА. Емельяненко прибрал центр, пуская в ход шустрые руки. Выветрив все крепкие напитки из организма, он начал задыхаться и постепенно растерял инициативу. Более свежий Барнетт провел тейкдаун, всадил пару коленей и закончил американой. В дальнейшем Барнетт набросил Кимуру Марку Ханту, выгрозит победу у самого Нагейры-старшего, но в финале все же не сдюжит против старого знакомого Мирка Крокопа. Александр тем временем разрешит принципиальный конфликт с бывшим товарищем по команде Сергеем Харитоновым. Еще в 2003-м братья, никого не уведомив, ушли в клуб Ред Девил, чем задели когда-то близких людей. Одним из недовольных этим поступком был Харитонов, идущий в промоушене с активом 7 к 2. Он даже бросал вызов Федору, однако за старшего брата навстречу пришел младший. Емельяненко бодро начал. Харитонов отмалчивался, дожидаясь своего шанса. Партере поединок заглох, и рефери призвал продолжить разборку в стойке. Вытянув соперника на себя, Емельяненко приземлил правую и откликнулся на просьбу добавить. Накрыв подбитую цель, он не стал церемониться. С тех событий прошло больше 15 лет, но топор войны между тяжеловесами до сих пор не зарыт. По поводу Харитона вопрос это задавайте Борису Моисееву. Он лучше знает. Спустя пару месяцев Александр выступил в голландском промоушене, где сошелся с набирающим обороты Фабрисио Вердумом. Емельяненко ничего не сможет противопоставить маститому джитсеру. Но поражение покажется лишь малой бедой перед грядущими переменами. Весной 2007-го UFC выкупит Pride, и японская лига прекратит свое существование. Ведущие бойцы перейдут в американский промоушен, однако из-за чересчур высокомерной позиции менеджеров Red Devil знаменитые братья окажутся за бортом октагона. Оставшись без постоянной прописки, Александр начал скитаться по разным организациям. Первой остановкой стал Бодок Фай, который предложил ему Эрика Пеле, чемпиона олдскульной лиги «Король клетки», удерживающего цепь из пяти побед. Емельяненко набрасывал фирменные серии и задвигал колени в клинче. Явно имея другие планы на вечер, он не отходил от самоанца. Удобнее переложив капу, тяж поставил точку. Следом Александра возглавил турнир М1, поделив ринг с новичком Джесси Гибсоном, чей послужной список насчитывал лишь один поединок. Емельяненко по привычке загнал голландца в угол, но налетел на фронт-кик. Минуту полежав на спине, бывший Арестан вспомнил, что находиться в такой позиции не по понятиям. Сверху он без помех прошел в полугард, откуда последовал выход на Кимуру. Александр взял руку и болевой прием. Мгновенно. Под конец года Александр отправился за океан, где перешел дорогу Дэну Бобишу. Несмотря на внешность циркового силача, монструозный американец отнюдь не был фриком для битья и подошел к потасовке на очереди из шести финишек. Вообразив вместо оппонента сочный бургер, Громил рассчитывал съесть его нахрапом. Емельяненко приструнил 150 килограммов, дал колено по свисающему брюху и затянул гильотину. Время работы подозрительные 69 секунд. На закате нулевых Александр превратился в крупнейшую звезду в российских ММА. Весной 2008-го он стал во главе очередного события М1, наткнувшись на Сильвио Сантоса. Легко притормозив проход, Емельяненко вышел на бросок. Бразилец сумел подняться, заплатив за это шею. Оставив попытки довести удушающий, Емельяненко решил подарить публике более достойный финал. Вновь пришвартовавшись у берегов Невы, 28-летний Александр принял вызов Сена Сули. Коренастый азиат обладал приличным рекордом 11-4 и удосрочил трех последних соперников. Айе методично прессинговал, щелкая резкими комбинациями. На ближний вход шли колени. В третьей минуте он прижал корейца канатом и отомстил за наших четвероногих друзей. До сих пор редкий тяжеловес сможет похвастаться такой скоростью. В начале 2009-го Александр покинул команду Red Devil и подписал соглашение с молодой организацией Pro FC. После успешного дебюта он получил титульный бой против олимпийца по греко-римской борьбе Эдди Бэнксона. Швед ожидаемо вошел в клинч, но столкнувшись с сопротивлением растерял запал. Не успел Емельяненко распустить руки, как был опережен таинственным снайпером из толпы. Самый короткий спектакль в истории театрального искусства. Вскоре после этого Александр отправился на Дальний Восток, чтобы встретиться с бывшим бойцом К1 Питером Грэмом. Емельяненко рассчитывал на очередную легкую прогулку и с горечью обнаружил, что ветеран падать от тычка не собирается. Переждав стартовый штурм, австралиец подключил свои знаменитые лоу-кики. И после четвертого падения продолжение потеряло смысл. Лишившись серии из восьми побед, восстановить позиции Александр вернулся в М1. По ту сторону ринга стоял базовый боксер Магомед Маликов, который только годом ранее дебютировал в ММА. Все было кончено, даже не успев начаться. Оверхенд залетел точно в бороду, а последующая партия уничтожила шансы на возвращение. Тогда же и зародился первый мем с младшим Емельяненко. Очевидно, к этому времени Александр проводил гораздо больше времени в барах, чем в зале. Талант ему еще позволит добывать победы против нехватающей звезд оппозиции. В 2013-м, вернувшись из монастыря, он сдует подрабатывающего везде, где платят, Боба Сапа. Тогда же в последний раз можно будет увидеть Федора и Александра вместе. Рубиконом карьеры и отношений братьев станет 2014-й. Емельяненко-младший ничего не сможет предложить молодому Дмитрию Сосновскому. Смотрите, что происходит, друзья! Удар за ударом сдает! После чего вновь окажется в местах не столь отдаленных. Очередной инцидент стал для Федора последней каплей. И он полностью открестился от брата со словами «Он для меня мертв». Выйдя на свободу по УДО через пару лет, Александр вновь вернется в спорт, окончательно превратившись в доморощенного героя, чья главная миссия – бить иностранца. Ударная комбинация, Александр, хороший апперкот снизу. Отличное колено. Все, все, все. А сейчас и блогеров на потеху родной публики. Не добавь руку! Так, прихватил Емельяненко! Выдержит Евгений или нет? Доведет, не прием! Ой, стучит, держит! Пристрастие к алкоголю никуда не исчезнет. Стоит отметить, что он до сих пор продолжает раз за разом восставать из пепла, однако с каждым новым срывом без нападения становится все глубже. В золотые годы «Прайд» Александр Емельяненко стал неотъемлемой частью промоушена. Даже отсутствие дисциплины и обилие вредных привычек не помешали ему запомниться зрителям невозмутимым взглядом и природной скоростью. Возможно, Александр демонстрировал лишь осколки своего таланта, но и их хватило, чтобы построить карьеру, в которой есть за что зацепиться поклонникам единоборств. Брат с братом, как они могут работать? Я думаю, они будут бороться по правилам спортивного самбо. Вот, собственно, и все. Другого исхода в данном случае быть не могло.